Спасибо, что вы остались. Мы почти закончили все наши сессии. Это был долгий день и в конце, да, вот как раз все присоединяются. Я хочу вам представить Марию Борисенок, сотрудника теплиц социальных технологий, которая долгое время работала над проектом, о котором она сейчас будет рассказывать. Огромный проект, интересный. Я даже не буду намекать о чем он, чтобы не отнимать все, как говорят, аплодисменты у Марии. Я передаю ей слово. Мы все во внимании. Спасибо большое, Олег. Мне, наверное, лучше стоять здесь. Спасибо большое, что с нами прожили этот день до самого-самого конца. Сегодня мы говорили очень много про разные технологии в экологии, в правозащите. И были все такие очень интересные прорывные темы. И то, что я сегодня расскажу, это больше про наш проект, который направлен на региональное развитие. Начну я с того, что в декабре прошлого года мы провели очень интересное исследование, которое касается разных городов России. Оно заключалось в том, что мы взяли пять федеральных общественных организаций, которые имеют региональную сетевую структуру. Мы брали Фри, Русалт, Центр прикладной урбанистики, фонд «Наше будущее» и «Добрый город». И мы посмотрели, как присутствуют эти организации в России, собственно. Получилась такая картина, что в 970 городах из 1184 эти организации не представлены. Здесь, конечно, есть такая ловка, потому что по численности населения, если вот все-все-все эти города простюмировать, у нас получится, что это 12 миллионов. Это такая интересная картинка реальности, как мы думаем, как распределяно население всей России и где они на самом деле живут. И получается, что очень много людей на самом деле живет как раз-таки в таких вот средних и малых городах. И 12 миллионов — это очень много. Это нереализованный человеческий потенциал. Это те люди, которые живут в очень таких обычных городах, до которых на самом деле образовательные какие-то проекты, они могут как-то не добираться. И нам важно посмотреть, что же на самом деле происходит, и мы попробовали это сделать. Потому что города, которые сейчас имеют численность от 50 до 100 и 500 тысяч людей населения, это города, которые так или иначе очень чувствуют цифровой разрыв, который сейчас происходит. И он не стремительно только увеличивается, никак не сокращается. Итак, представьте, что мы сейчас перенесемся в такой типичный малороссийский город и представим, допустим, школьникам, которые сейчас вот весна, он сдает ЕГЭ. Он наверняка очень-очень скучает, потому что он все знает. День у него достаточно предсказуем. Он ходит в школу, у него есть какой-то типичный досуг, где он проводит время, есть друзья, есть очень много, мало каких-то площадок, куда он может выйти. Абсолютно все очень предсказуемо. У него есть, конечно же, мобильный интернет, потому что это такой единственный его выход в свет, где он может узнавать новости, смотреть YouTube-ролики и вообще чувствует, что он как-то сопричастен и понимает, что жизнь, она вот в его мобильном экране дает ему очень много сил и энергии. И, скорее всего, что он поступит в ближайший какой-то вуз, который находится рядом с его городом, а либо в его маленьком городе есть такой университет или колледж. И в том, так или иначе, он будет понимать, что есть какое-то разочарование между тем, как он ожидал, что у него будет, и тем, что сейчас перед ним есть. И чтобы вот эту вот картинку ожидания и реальность как-то соединить и дать действительно возможность каждому жителю, и студенту, и школьнику попробовать получить все возможности, в том числе образовательные, мы создали проект, который назвали платформа легкого образования «Теплосеть». Она напрямую связана с онлайн-обучением. Повторюсь, что целевая аудитория этого проекта — это молодые люди с 16-ти, мы брали разрез даже 35-ти лет и прорабатывали разные сценарии, как может быть этот проект интересен людям. То есть это могут быть старшеклассники, которые действительно только-только хотят проявить себя в большом мире, и им очень все интересно, но они просто не знают, куда смотреть и на что, собственно, чему можно учиться. Это могут быть студенты, которые только приехали в большой город, и они тоже еще только-только начинают нарабатывать социальные связи, пытаются найти свое место. Это могут быть люди с семьями, которые просто заинтересованы в том, чтобы их дети жили в хорошем городе, с хорошей структурой, и они начинают проявлять себя как активисты, потому что им важна и экология, им важны и дороги, и детские сады, и они начинают себя реализовывать вот на этой такой ниве активизма. Итак, мы назвали это, что теплосеть — это место знаний про общество технологий для тех, кто хочет изменить мир, но совершенно не знает, с чего начать. Учимся в формате игры, чтобы не сойти с ума от скуки и безнадеги. Для того, чтобы уже такую небольшую интригу сплотать, так выглядит наша карта. Это самый главный элемент собственного проекта, который мы увидим чуть-чуть позже. Это интерфейс теплосети. Здесь есть… вначале расскажу про несколько таких особенностей, которые касаются именно платформы. Во-первых, мы здесь соблюдаем такой принцип платформенности. Как вы уже знаете, очень многие сервисы, как такси, доставка еды, поиск жилья, они предполагают, что они не создают какую-то отдельную площадку, создают нечто, куда могут приходить другие люди. Такой принцип платформенности заложен также в теплосети. Во-первых, у нас это массовое онлайн-обучение, которое направлено на создание такой сети активистов нового поколения, и мы действительно хотим построить какие-то новые связи, которые до этого еще никак не выстраивались в этих городах. Это очень амбициозная, сложная задача, потому что действительно, как я уже сказала по этому исследованию, в этих городах почти нету никакого общественных организаций, либо какого-то такого начинания активистских. И также мы даем такой взявосмясный набор знаний для активистов. Так как мы теплица, то это и технологии связанные, и общество обязательно. Другая вещь, про пятый и шестой пункт, он сейчас выглядит немножко так вам, может быть, в декоминку, я о них обязательно расскажу, потому что их проще понять, когда я расскажу, собственно, принципы платформы и как она вся устроена. Это endgame-режим и переход из онлайн в офлайн. Это напрямую уже связано с такими понятиями геймификации. Итак, собственно, давайте я расскажу, как работает наша платформа и что будет после того, как мы увидим, собственно, сайт, и вы впервые зарегистрируетесь и станете игроком теплосети. Перед вами будет карта, которая разделена на шесть блоков. Каждый блок, он тематический, о них я расскажу чуть позже. И он разделен на разные уровни, которые образуют в виде таких вот концентрических кругов. Уровень сложности повышается, игрок выбирает свое направление, которое он хочет начать учиться. Что еще это за направление? Часть связана именно с технологиями. Например, это сектор веб-технологии, где мы рассказываем про очень такие базовые вещи, связанные с интернет-безопасностью, с HTML, с CSS, мы даем какие-то практические навыки, которые помогут человеку, например, узнать себя в профессии веб-разработчика либо верстальщика. Дальше это блок «Гуманитарная грамотность». Он больше затрагивает такое ценностное содержание активистов, то с каким набором ценностей он пытается решить социальные задачи, которые стоят перед ним. Здесь мы рассказываем про теорию прав человека, про устойчивое развитие, про основные базовые концепции социальной справедливости и социального капитала. В секторе дизайна мероприятий у нас заложена такая логика, что нам очень важно, чтобы люди не просто проходили онлайн-курсы, чтобы это было действительно очень практично, и они пробовали себя в оффлайн-жизни, в реальности. Поэтому формат мероприятий, который описан в этом секторе, он очень широк. Мы рассказываем про хакатоны, про метапы, как делать с барком конференции, конференцию провалов и так далее. Все для того, чтобы в таком небольшом городе появились новые активности, и люди понимали, что они сами действительно могут сделать интересное мероприятие с очень минимальными ресурсами. Прикладные цифровые навыки. Здесь мы даем очень такие важные вещи, которые помогают активистам, например, вести свои социальные проекты. Мы рассказываем им, как работать с фотографией, как делать посты в социальных сетях, как работать с видео, как делать монтаж видео. То есть это такая очень прикладная вещь, связанная в основном с диджитал-навыками и с теми, как себя презентовать в социальных сетях. Блок саморазвития. Это, опять же, у нас идет акцент на такое персональное развитие, и здесь у нас прокачка таких лидерских навыков. Мы рассказываем про то, как строить команду, как организовать свое время, как вести переговоры, как решать конфликты. Базовые такие вещи, которые на самом деле редко преподаются в университете или в школе, но именно они дают залог того, что человек, который решил, например, начать социальный проект, он будет способен его организовать и построить отношения со всей командой. И последний сектор связан с созданием сообществ. Про сообщество сейчас, мне кажется, уже кто только не говорит, и мы понимаем, что это действительно очень сильный ресурс, который есть, который нужно понимать, как он работает, и мы здесь раскладываем полностью механику всего сообщества, рассказываем про бренд сообщества, как выстраивать андентику, как важны ритуалы в сообществе, правила и так далее. Здесь мы брали очень интересный перевод Community Canvas Guide. Это англоязычное руководство, которое мы постарались адаптировать и перевести именно для российских реалий. Итак, пользователь выбирает одно из этих шести направлений, и он попадает, собственно, в сектор, в обучающий блок, который мы назвали Tile. Это у нас такой очень важный наш термин. Tile — это такая единица образовательная, которая содержит контент. Здесь вы видите контент, который сделан с помощью наших партнеров. Это команда «Кислород». У нее, например, есть как минимум три Tile, которые сейчас уже расположены на платформе. Это «Как построить команду» и «Про конфликт». Каждый блок содержит очень короткие видео, потому что мы понимаем, что формат, который сейчас удобен для восприятия, это трех-пятиминутные ролики. Есть небольшое превью и есть очень короткое и понятное видео, которое разбивается. Дальше у нас есть текстовые блоки, которые легко тоже читаются. И здесь был сделан акцент на том, чтобы можно было спокойно читать с мобильного телефона, например, когда ребята ездят из университета домой, либо в свободное время просто листают смартфон. Они также, конечно же, проходят тесты. И это такие есть у нас промежуточные итоговые варианты, для того чтобы они проверяли свои знания и понимали, к какому материалу, например, стоит вернуться. Также есть итоговые задания, которые они могут загружать. Здесь некоторые задания у нас в виде открытых вопросов, некоторые задания им нужно присылать, например, что-то более сложное, например, как запуск рекламы, либо попробовать создать небольшого голосового чат-бота. И у нас все очень разнится. Так как я сказала, что принцип, который вообще заложен во всем этом, чтобы это была действительно такая живая, интересная платформа, мы использовали очень много принципов геймификации. Очень стандартная схема с баллами, с очками и с наградами. Она также полностью у нас реализована в личном кабинете. За что получают у нас пользователи баллы? Это за выполнение тестов и также за выполнение очень сложных заданий. И здесь мы их делили, условно их назвали там турборежимы и бонусы. Это тоже мы специально усложняли немножко структуру заданий, чтобы мотивировать людей применять все знания действительно в реальности. И, соответственно, вот как раз этот переход, он и происходит за счет того, что, например, в турборежимах, который увеличивает очки в 5-10 раз, мы закладываем, например, задание провести, например, небольшое мероприятие, связанное с технологиями. Либо посмотреть, какие у вас есть в городе, и попробовать написать статью об этом. И вообще начать в целом немножко отделять себя от города и попробовать так рефлексировать и начинать понимать, что человек тоже может влиять на город как-то и становиться таким агентом изменений. Что такое эндгейм-режим? Это такой очень термин взятый от правды. Если кто-то играл в стратегии или в такие игры, он предупреждает, что у игрока есть какой-то максимальный уровень, до которого он может дойти, а дальше игровая механика немножко меняется, трансформируется, и происходит такой переход его в уже немножко новое состояние. Он начинает понимать, что у него открываются новые возможности. В нашем случае это возможность создавать собственные тайлы. То есть до определенного периода у нас есть тайлы, которые мы создаем самостоятельно как команда теплицы в сотрудничестве с нашими партнерами. Дальше у нас есть возможность модерировать стайлы, которые предлагают сами участники, и это становится такая платформа, которая очень отзывчива на обратную связь. То есть если человек понимает, что ему очень сложно сейчас, например, с темой, связанной с чат-ботом или с чем-то еще, с голосовыми приложениями, мы можем делать шаг назад, возвращаться на уровень нашей аудитории и смотреть, как можем упростить все эти вещи, чтобы они были понятными. Для наших партнеров. Сейчас у нас так выглядят наши брендированные тайлы. Мы полностью указываем логотип, мы даем структуру. Мы также можем… Например, у нас очень важный партнер — это платформа онлайн-степик, которая делает онлайн-курсы. Мы договорились, что участники проходят онлайн-курсы на платформе степик и загружают у нас сертификат. Таким образом мы создаем такую взаимосвязь, связь между теми, кто имеет какой-то контент интересный, который также хочет, например, расширять свое региональное присутствие, хочет выходить на новую аудиторию, на молодежь и пытается развиваться вот в этих городах. У нас есть для этого все возможности, поэтому если вы, ваши некоммерческие организации соответствуют городам, в которых мы собираемся работать, я напомню, что это города от 100 до 500 тысяч с населением, то, пожалуйста, мы очень открыты к сотрудничеству и будем обсуждать все возможные варианты. Также у контент-партнеров есть возможность сделать свои достижения, бонусы, подписки, предлагать игрокам и также мотивировать их на включение в вашу сеть. И последняя такая часть — это переход из онлайн в оффлайн. Я подчеркну, что здесь очень важно было именно создавать не просто очередные онлайн-курсы, которые человек когда-то проходит в течение интенсивного периода времени, потом просто забывает и все. Мы делаем акцент на том, чтобы человеку было интересно создавать свои мероприятия и пробовать действительно стать тем носителем знаний, такого вот уникального набора знаний активистов и попробовать транслировать их в своем городе. И очевидно, что где-то они будут как белые вороны. То есть у нас даже сейчас мы как теплицы присутствуем в семи городах и понимаем, что это очень многие темы, которые мы предлагаем, они действительно сложные. То есть если там крупные города уже к ним более-менее сразу адаптируются, ловят, то в городах, в миллиониках, это все равно все время есть эта инерция. В городах еще меньше эта инерция будет усиливаться. Но мы надеемся, что люди, с которыми мы будем работать, они действительно захотят получить эти возможности. И для них это будет действительно хорошим шансом, чтобы узнать очень хорошую, качественную информацию в таком режиме в виде видеоуроков и с обратной связью. И это было, подведут такой, расскажу немножко еще, что было до. Мы на самом деле к этому готовились с 1 ноября. У нас, конечно же, предварительно было исследование. И наше исследование, оно было связано с тем, что мы искали нашу фокус-группу. У нас было больше 10 человек из городов Архангельска, Архангельска, Вятка, Краснодара, Садки, Железногорска, Якутска. И мы связывались с ребятами в ВКонтакте, искали по рекомендациям. И сейчас, на самом деле, очень большая радость, что на 7 апреля у нас получилось привезти трех участников фокус-группы. И я бы хотела пригласить сейчас на сцену Дарьёна Анифо из Вяткин, Юрия Тарана из Архангельска, и Андрея Овчинников из города Садка. Мы, на самом деле, очень признательны, что вы проходили, были нашими первыми тестировщиками, помогали нам искать всякие ошибки в платформе и давали всяческие советы. На самом деле, было бы, мне кажется, всем очень интересно узнать ваши первые впечатления и ваши мысли о платформе. Всем добрый вечер. Меня зовут Даша Ананева, я из Кирова. Я работаю блог-редактором в интернет-журнале «Семь на семь». И также я являюсь координатором в нескольких оффлайн-мероприятиях. На самом деле, тестировать теплосеть было таким очень спонтанным предложением. Но я считаю, что это был очень классный опыт для меня, и я думаю, что для вас тоже, потому что вы меня сюда пригласили и сказали, что я дала хорошую обратную связь. Я немного не согласна с тем, что люди, которые живут в маленьких городах, они находятся в какой-то изоляции. Наверное, если у человека нормальный работодатель, то он всячески заинтересован в том, чтобы его сотрудник рос. Например, я вот этой изоляции как-то сильно не ощущаю. Но есть такие вещи, которые нигде вообще их не учат. Например, я работаю именно с сообществом в своем СМИ. У нас есть очень много блогеров, с которыми нужно каждый день взаимодействовать, общаться. И, например, общению с ними нигде у нас не учат. Вот сейчас, например, стрелка запустила свой курс, но еще пока не запустила, тоже они его тестируют, и все. Но, например, у вас есть такое направление. К сожалению, я его еще не успела протестировать, потому что, я так понимаю, оно было не очень готово. Но вот это очень круто. То есть, когда появляются такие направления, которым ты нигде не сможешь научиться, нигде не можешь прочитать, вот это, наверное, самое основное, что вы даете таким активистам, как мне, например. Я очень буду советовать своим коллегам, которые также работают с сообществом, с людьми, изучать ваши курсы. Ну и, конечно же, всем сотрудникам НКО. Вот я, например, тестировала тайл, как работать в социальных сетях. И я как раз написала, что на самом деле очень странный тайл, потому что он очень простым показался мне. То есть там все очень дотошно объяснялось. Ты сидишь и думаешь, ну, как-то это, наверное, немного странно. Ну, как-то вроде я не дурак. А потом мне как раз Наташа Баранов сказала, что у вас есть такой персонаж в теплице. Как его зовут? Лидия Аркадьевна. И вы все объясняете для Лидии Аркадьевны. Это на самом деле очень классно. То есть таких Лидий Аркадьевных в регионах просто очень много. И если каждая Лидия Аркадьевна пройдет хотя бы несколько тайлов типа сети, то это будет просто очень крутой эффект. И я надеюсь, что работа НКО повысится как качественно, так и количественно. Спасибо вам. Спасибо, Даша. Кстати, хотел добавить о Лидии Аркадьевны. Я как человек, работающий в технической сфере, то есть на данный момент программистом, учусь на программиста, встречаюсь очень часто с таким свойством людей, что они не хотят узнавать какие-то технические особенности. Часто, допустим, люди не знают, что такое HTTP от HTTPS. То есть они могут зайти на сайт спокойно, который может у них украсть какие-то данные или что-то сделать еще хуже. Поэтому нужно как-то это продвигать в массу. Я считаю, тем более через такую доступную информацию и крайне достоверную информацию. То, что в этих кратких видео указана именно та информация, которая полезна. То есть не нужно делать выдержки из огромных текстов, когда ты часто заходишь на сайт прочитать, допустим, о чем-то новом. И тебе нужно листать несколько страниц, может, искать по поиску, по словам в Гугле, чтобы найти именно нужную информацию. А просто зайти и в качестве игры, возможно, даже может с друзьями это как-то пройти и узнать новую информацию и рассказать новым людям. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Евчинников. Я из города Садки. Достаточно небольшой городок на Урале. Я когда тестировал сайт теплосети, увидел, насколько там все просто, удобно, интуитивно понятный интерфейс, красочно. Когда я занимался тестированием тайлов, рядом со мной сидел человек, который мало знает об IT-сфере, а я тестировал как раз все, что связано с интернетом. И благодаря вот этим тайлам он узнал, что такое блокчейн и как вообще устроена криптовалюта. Если бы не сайт теплосети, я бы об этом вообще никогда не узнал. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Давайте я покажу все-таки финальный слайд. Нет, 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 мы все еще остаемся. Собственно, платформа и сайт теплосети, это сейчас теплосошел, это абсолютно боевой рабочий сайт, который можно сейчас уже смотреть на своих телефонах. Я хотела бы, конечно же, пригласить сейчас всех, кто был причастен к этому проекту, потому что это были очень-очень интенсивные полгода, это было огромное количество работы, времени, часов, которое потратила абсолютно и вложила вся команда теплицы. Алексей Сидоренко, главный генератор идей, который разговаривает идеями, и который все время постоянно вдохновляет, всех подталкивает. Наша контент-группа — это Олег Гант, главный редактор теплицы, Наталья Баранова, заместитель редактора, Аплата Вореченко, ивент-менеджер. Это ребята, которые помогали с созданием таймл, с упаковками, совсем-совсем. И наша великолепнейшая команда разработки — Лев Звягинцев, Денис Куландин и Денис Чернятих. А также у нас здесь Вова Ломов. Почему-то не вышел. Да, Вова Ломов — автор наших видеоуроков-скринкастов, которые неоднократно появляются на наших тайлах, тоже так же создатель теплосети. И Николай, да, дизайнер, который, к сожалению, сегодня не с нами. Но все, что вы видите, все макеты, все кнопочки, все логотипы — это просто благодаря нашему дизайнеру и, конечно же, команде разработки, которая все это попробовала реализовать. А Лидия Аркадьевна — это наш собирательный образ, который из первого еще онлайн-курса «Теплицы», где мы рассказываем про то, как создавать и развивать сайты. Это у нас вот такая женщина, которая делала сайт для кошек. Вот. Ну да, это референс той самой Лидии Аркадьевны, но как раз не в ее адском состоянии, а в таком более измененном, добром стороне. Да. Вот. И еще тоже я хочу благодарить партнеров, которые сейчас уже с нами присутствуют, помогали нам создавать контент. Это HTML-академия. Это курсы, которые помогают знакомиться с базовыми понятиями верстки. Это платформа онлайн-степик, которая подбирала нам именно гуманитарные курсы и помогала нам их как-то интегрировать и также реализовать на платформе. Это международная школа гражданских действий, которая помогала нам с созданием курса по правам человека. Это платформа «Кислород», которая помогала нам с тайлами по безопасности в сети, по команде образования, по конфликтам. И это также мы брали центры прикладной урбанистики, у которых есть огромное количество материалов и технологий, как создавать мероприятия и как развивать сообщество. Вот. Ура! Мы будем очень признательны за любую обратную связь. Пожалуйста, пишите нам, заходите на сайт, пробуйте первые тайлы. Мы очень будем рады. И что самое главное, что мне кажется, что у нас здесь правда мы очень чутки как обратной связи, и мы готовы и упрощать тайлы, делать их сложнее, делать их более сложными тестами, задания. Это все очень гибко развивается. И, с одной стороны, есть очень большое облегчение, что вот он, состоявшийся релиз, а с другой стороны, понимаем, что впереди еще очень-очень много работ. Да. Я, прошу прощения, хотел бы пару слов сказать. Собственно, Мария не просто так рассказывает об этом. Мария, во-первых, имеет огромный опыт. Она с 2013 года организует метапы встречи в Москве. Вот поднимите руку, кто был на встречах в Москве, которые Мария проводила. Как никто? Но я очень советую, потому что они два раза в месяц происходят. Вот. А во-вторых, Мария с какого? 15-го года, да, руководила региональной сетью. И, собственно, сейчас Мария владелец продукта. Да, если кто-то понимает, собственно, терминологию скрам и гибких методологий. И, собственно, вот Мария в прямом смысле постоянно вела этот проект, вела его вот к тому, что вы видите сегодня. Очень советую проверить на ваших мобильных. Мы изначально, это был Mobile First. Вот. И, конечно, вот я не знаю, сколько смен в течение дня работала Мария. Вот. Но, в общем, это ее абсолютно детища. Вот. Поэтому давайте поаплодируем. Вот. Да, спасибо большое. На этом вот часть презентации заканчивается. Если есть какие-то вопросы, будем очень рады ответить. Да, да, да. У нас, мне кажется, Влад, у нас есть еще время немножко? Или? Да, да. Если есть вопросы. Да. Я понимаю, что часть из этого была сказана, но если я Лидия Аркадьевна, то как вы мне объясните отличие этой платформы от десятков мок-платформ других? Ну, во-первых… Я Лидия Аркадьевна. А, Лидия Аркадьевна. Ну, на самом деле, что интересно, у нас здесь сейчас есть референс к Лидии Аркадьевне, да, и на самом деле, как вы Лидия Аркадьевна, это все-таки был такой образ сотрудника НКО, женщина 45+, которая вот еще не очень-очень развивается. Здесь она все-таки немножко другое смещение акцента. Здесь мы больше нацелены на людей, которым действительно хочется что-то делать в своем городе. Вот я разговаривала с ребятами из Краснодара, которым все интересно. Вот все им направления перечисляешь, нам все интересно, да. Им просто хочется этой информации. То есть вот наш возраст, на который мы ориентируемся, он, в принципе, восприимчив к такому формату, к онлайн-курсам. То есть здесь, конечно, вопрос уже дальше продвижения. Я присоединюсь. Дело все в том, что хоть вы и рассчитываете вот на эту целевую аудиторию, но, наверное, вы понимаете, что много-много людей присоединятся сейчас к этому, и они, может быть, не сверхактивны там в своем городе, но они захотят обучиться тому, что вы предлагаете. Как вы отстраиваетесь сами от конкурентов, правильно? У нас именно комбинация тех направлений, которые мы взяли, технологии и общества, вот именно, мне кажется, отличие ключевое именно в этом. Потому что мы даем те навыки и те знания, в том числе и ценностные какие-то, которые помогают людям стать, начать быть активистами, и сказать, что есть какие-то у нас онлайн-курсы, которые прям готовят активистов. Это не ликбез. То есть это уникальный контент. Это контент и именно сочетание этого контента. То есть человек, который проходит, вот давайте представим этого героя, который прошел все наши курсы, он действительно обладает знаниями, как построить в оффлайн жизни, какую-то среду, свой проект, свою команду на часть. Он понимает, как устроено онлайн, и он начинает быть транслятором, в том числе и онлайн-технологии. То есть он, поверьте, будет первым человеком, который будет начинать рассказывать про свое приложение, либо про каналы в Телеграме. Потому что, скорее всего, что никто его окружения этого не будет знать. И заодно ликвидирует собственную безгрампу. И свои собственные тоже. Искренне поздравляю вас, потому что мне кажется, конечно, что вот эта геймификация знаний, это просто очень интересная упаковка того, что вы делаете много лет. И меня сейчас вызвало восхищение, как вы переупаковали свой контент в какой-то более активный формат. Вопрос у меня связан с тем, как вы видите развитие. То есть вы будете углублять темы или наоборот расширять линейку тем? То есть что будет следующим шагом? Хотя, конечно, насладитесь сейчас тем, что вы уже сделали. Спасибо большое за вопрос. У нас направление, которое мы завершили, вот эти вот шесть, они у нас, получается, будут больше расширяться. То есть в любом случае по контент-партнерству по содержанию тайлов, оно будет вестись именно в рамках этих тем. И также мы понимаем, у нас есть такая версия, что, скорее всего, какие-то тайлы у нас будут перемещения, например, делается шаг назад, потому что что-то, что нам кажется простым, на самом деле сложным. Либо наоборот, если что-то было очень простым и нужно что-то усложнять. Поэтому здесь вот эта гибкость на первых этапах, она однозначно у нас есть. И как мы будем дальше выходить? У нас это абсолютно будет выборка городов, которые мы хотим протестировать начально. Заходить, делать рекламу и смотреть, как мы можем на них выйти. Плюс за счет того, что часть тайлов все-таки, например, это там центры пилотной урбанистики, которые уже присутствуют в очень многих городах, то за счет вот такого партнерства мы также хотим выйти на новые города, до которых, например, региональная сеть Теплис точно раньше не работала. Мы можем вам предоставить прям прекрасную площадку для пилота. Это наше сообщество про женщин, которые как раз созданы, задачи которых, собственно, развивать территорию и улучшать пространство вокруг себя. И мне кажется, что такой инструмент будет им очень интересен. Поэтому будем рады посотрудничать. Спасибо большое. Коллеги, последний вопрос от Елизаветы. И мы должны переходить к последнему финальному элементу нашей программы. Спасибо за возможность задать вопрос. У меня вопрос, что вы будете считать успехом. То есть как вы будете оценивать, хорошо у вас получилось или плохо? Здесь мы назначено ориентируемся на качественные такие изменения. И мы хотим находить такие истории успеха. То есть вот опыт Теплис, когда мы проводим хакатоны, когда действительно в городе еще никто не знает, что такое хакатон, показывает нам, что случайные люди попадают на хакатон, и за два дня с ними происходит перемена. Они начинают понимать, что есть новая среда. И у нас есть, например, наш любимый герой Василий Голиков из Иркутска, который… вот Алексей Клёсов, да, наш айти-волонтер, который полностью как-то… действительно произошло изменение и карьерного роста, и человек полностью изменил свою профессию, понял, что он хочет развиваться вообще в программировании. И вот этот вот поиск своего вот какого-то нового увлечения, да, если человек действительно вот срезонирует, и у него… он найдет вот среди этих шести направлений то, что действительно его, что он там комьюнити-менеджер, или он там решил, что он будет заниматься просвещением, например, да. Если мы будем получать вот именно таких людей, которые будут что-то делать в реальности, а у нас механика заложена вот в этом оффлайн-мероприятии, то, собственно, так вот мы будем говорить, что вот да, у нас есть какой-то пример того, что наш контент помогает людям из онлайн-обучения приходить в оффлайн. Собственно, оффлайн-история успеха — это вот наш главный показатель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова